Интернет-борьба фриланс-заработок своим горбом и как правило за еду, в основном на этом поприще преуспели пронырливые дизайнеры, потому как в Одессе это просто фамилия. Суть схемы проста как веник, дизайнер ищет клиента, желающего создать сайт, а потом на ланс-сайте уже сам ищет исполнителей на все остальное, то есть дизайнер выступает в роли посредника профит. Нетрудно догадаться, что львиную долю дохода остальных исполнителей предприимчивый дизайнер расставляет себе, иногда доходит до абсурда, множественная перепродажа заказов посредниками на ланс-сайтах, после которых работу выполняют школьники за жвачку и фантики. Демпинг, такой демпинг, наиболее востребованные разновидности, копирайтинг, высирание, много текста за деньги. Или литературная проституция, засрали своими маркетинговыми статьями все интернеты, сучечки, верстка, ебля с этими вашими браузерами. Этот род деятельности вызывает обильное слюноотделение хищных дизайнеров, потому как им этой пыткой заниматься не с руки, проще рисовать кавайные картинки и тешить себя мыслью, что ты вольный художник. Дизайн сайтов, рисование в фото жопе, няшных картинок с последующим исканием лоха готова в эту херню сверстать в шаблоны. Бэдлокодинг, как правило, нужно быстро дописать или исправить как-то чужой проект. Тут нужны не столько мозги, сколько умение быстро разбираться в чужом говнокоде. Задача часто осложняется тем, что программа писалась на каком-нибудь древнем языке типа QuickBaseca под какую-нибудь давно умершую базу данных типа Clipper, ну а переделывать все нужно. Чтобы все это старье успешно работало под Windows 7 и Вен, партнерки вебмастера любят их еще как. Многие сайты создаются ими только для того, чтобы быть обвешанными баннерами и ссылками на разные шары, на которые выкладываются мелко нарезанные фильмы и прочая хуита, ибо за скачивание и клики платят нищебродские копейки. Когда нищебродские копейки превращаются в пару долларов в день, часто аккаунт невозбранно банится, а ссылки на файлы остаются и продолжают приносить профит к говнообменникам типа Letitbit. Халявщик ты люня, я не халявщик, я партнер, авторские права МММ, люня голубков, всем похуй на эти жалкие потуги, ибо для скачивания есть расово верные мулитарен трикиры, а против баннеров баннера резки. SEO и SEO равно профит, зеленый цвет шапки сайта как бы призван намекать Search Engine Optimization SEO, волшебная шаманская виагра для сайтов, который поднимает позиции сайта в результатах выдачи поисковых систем по определенным запросам пользователей, то есть в идеале если эту херню применить, то сайт будет стоять в топах выдачи. Как хер солдата-срочника при виде гулой бабы, но мы то с вами знаем, что все эти спецы по части SEO просто хитрые бомотологи, алчущие чужих денег в обмен на свои туманные обещания и умные разглагольствования на заумные темы, эта хуита умело подогревается самими компаниями, владеющими поисковыми системами. Например, Яндекс выдает сертификаты небезвозмездно, разумеется, барматологам по части интернет-рекламы ПРУФ сертифицированные специалисты по интернет-рекламе 2004-2009 годы. Паркинг доменов в этой стране на этом тоже можно поиметь профит, правда недолго и не всегда сайты живут и умирают, а домены остаются. Умные дядечки придумали, как с этого поиметь запарковать раскрученный домен хомячки, которые не знают, что сайта уже нет. Будут заходить на адрес бывшего сайта и радостно кликать по рекламным ссылкам и даки Дарвей в законе. Такого рода услугами не гнушается даже его величество. Сервис паркинг доменов реселлинг этим красивым буржуйским словом в этой стране называется спекуляция. Хостинг услугами это занятие не столько приносит профит, сколько поднимает ЧСВ. И позволяет почувствовать себя самым настоящим хостером любой нищеброд, имеющий банковскую карточку для оплаты услуг за бугорных хостинг-компаний. Может этим заниматься и всем рассказывать, что он твердый знак генеральный директор целой хостинг-компании, у которой серверы расположены в крупнейших дата-центрах Нью-Йорка, Бастона или какого-нибудь Чикаго. Плюс ко всему это неплохая возможность побыть админом и редактировать аккаунты клиентов по своему усмотрению. Серая оптимизация сайта. Серый сайт. Что-то между Дарвием и нормальным сайтом. Такой сайт содержит от 15 до 20 нормальных страниц с информацией и 100 500 страниц, которые имеют только надписи «Ничего не найдено» или «Документ удален». Но оптимизированы подключевые слова поиска и увешанной рекламы. Также вместо «Ничего не найдено» могут быть скрипты, ленты АРСФСИ или какого-нибудь интернет-магазина «Хомячки». Попавшие на такую страницу и увидев, что так и ничего не нашли, чего искали, переходят либо по рекламной ссылке, либо на главную страницу сайта, что в общем и приносит профит, если оно надумаешь делать серый сайт. Учти, что в последнее время наравне с Дарвием и такие сайты поисковым системам не по нраву, так что профит может капать не очень долго. Интернет-fighting freelance earning your hump, and usually for food. Basically, in this field, well-known designers have succeeded, therefore as in Odessa it's just a surname. The essence of the scheme is simple as a broom. The designer is looking for a client who wants to create a site, and then on the lance site, he himself is looking for performers for everything else. That is, the designer acts as an intermediary, profit. It is easy to guess that the lion's share of the income of the remaining performers is left to the enterprising designer. Sometimes it comes to absurdity, multiple resecking of orders by intermediaries on lance sites, after which the work is performed by schoolchildren for cutting candy wrappers. Dumping is such a dumping, the most popular varieties are, copywriting is the scourging of a lot of text for money, or literary prostitution. Cram their marketing articles or the internet. Such etch-key, layout, fucking with these your browsers. This kind of activity causes profuse salivation of predatory designers. Because they are not tortured by this torture, it's easier to draw cavern-y pictures and to amuse yourself with the thought that you are a free artist. Website design. Drawing in Photoshop. Niashni pictures with the subsequent search for a sucker. Ready this shit to make into templates. Bide locoding. As a rule, you need to quickly add a fix somehow someone else's project. Here we need not so much the brains as the ability to quickly understand someone else's shit. The task is often complicated by the fact that the program was written in some ancient language, such as KiitBasic, under some long dead database, such as Clipper, but everything needs to be done. So that all this stuff works successfully under Windows 7 even. Partnerships. Webmasters love them and how many sites are created by them only in order to be hung with banners and links to different balls, which are laid out finely chopped movies, and other who-eater. Because for downloading and clicking pay pennies penny-free, when pennies are converted into a couple of dollars a day, often the account is unobtrusively banished. And links to files remain and continue to bring profit to the exchanges of the letibist type. Freeloader you Leonia? I'm not a freeloader I'm a partner. Copyright MMMM. Leonia Golubkoff. All fuck on these pathetic attempts. Because for download they're a racially loyal emule and torrent trackers. And against the banner. Banner cutting. C-O-C-O equals profit. The green color of the site's caps is, as it were, called to hint search engine optimization. C-O is a magical shamanic viagra for websites that raises the site's position in the results of the search engines on specific user requests. That is, ideally if this garbage is applied. Then the site will stand in the top of the issuance, as a dick soldier conscript at the sight of a naked woman. But we know something with you that all these specialists in C-O are just cunning marmotologists. Who are hungry for other people's money in exchange for their vague promises and clever ranting on abstruse topics. This hoo-eater is skillfully warmed up by the company's owning search engines. For example, Yandex issues certificates, not gratuitously, of course, to the baumatologists for internet advertising proof. Certified experts on internet advertising 2004-2009. Domain parking in this country on this, too, you can have a profit. Though not for long and not always. Sites live and die. And domains remain. Smart dyadichka invented how to fuck with it. Park the untwisted domain. Hamsters who do not know that the site is no longer. Will go to the address of the former site and happily click on the advertising links. Such a dull way in the law. Even His Majesty Roux Center does not disdain such kind of services proof. Service domain parking. Reselling this beautiful bourgeois word in this country is called speculation of hosting services. This occupation is not so much a profit as it raises the CSV and allows you to feel like a real host. Any Nis Chebrod who has a bank card to pay for services of foreign hosting companies can do this and tell everyone that he is the general director of an entire hosting company. Whose servers are located in the largest data centers in New York, Boston, or whatever Chicago. Plus, this is a good opportunity to be an administrator. And to edit client accounts at your own discretion. GraySite Optimization GraySite Something between the doorway and the normal site. Such a site contains 15 to 20 normal pages with information. And 100,500 pages that have only the inscriptions. Nothing found or document deleted. But are optimized for search keywords and covered with ads. Also, instead of nothing found. There may be RSS feed scripts and Awesome online store. Hamsters that came to this page and saw that they did not find anything they were looking for either go via an advertising link or to the main page of the site, which in general brings a profit. If Anon You decide to make a gray site, then take into account that recently, along with doorways such sites are not popular with search engines, so profit can not drip very long. See you on a left and you will know whether to get open now. Merely